Я приветствую всех, кто смотрит Универ Ньюз. С вами в студии Олег Кашин. Пришло время узнать самые актуальные новости Казанского Федерального Университета. Сегодня выпуски. Казанский Федеральный Университет посетил Владимир Путин. Универ ТВ признан лучшим студенческим телеканалом России. Профессиональный праздник отметили студенты Казанского Федерального. Со студентами Казанского Федерального Университета лично провел встречу президент Российской Федерации Владимир Путин. Что послужило темой обсуждения с главой государства, расскажет Аделя Шамилова. В рамках визитов в столицу Тверстана президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Казанский федеральный. Университет глава страны отправился сразу же после своего выступления перед студентами в Татнефтьарене, где поздравил казанскую молодежь с российским днем студента и принял участие в открытии форума «Вместе вперед». А далее президент осмотрел центры инновационного медицинского обучения КФУ. Ректор университета Ильшат Гафуров представил ему основные достижения вуза и познакомил с медицинским кластером. Владимиру Путину продемонстрировали возможности центра симуляционного и имитационного обучения студентов и центра медицинской науки, где идет работа с медицинскими роботами-симуляторами. Далее, не покидая стены КФУ, Владимир Путин провел заседание с молодыми исследователями, вовлеченными в научную и общественную работу. Также на встрече работал телемост с федеральными вузами страны. Президент обратил внимание слушателей на то, что работа по развитию образования для поддержки талантов, творчества и общественных научных и деловых инициатив направлены на то, чтобы молодежь могла реализовать себя максимально быстро. Рассуждая на эту тему, Владимир Путин отметил тот значительный опыт, который имеется у федеральных университетов и тех подходов, которые необходимо распространить на всю систему высшего образования. Далее Владимир Путин напомнил, что в России функционирует целая сеть федеральных университетов. Этот проект устремлен в будущее и нацелен на решение долгосрочных задач. Несмотря на все сложности, в том числе сложности, связанные с экономическим кризисом, Владимир Путин уверенно заявил, что проект сети федеральных университетов состоялся. Поддерживая разговор об академической мобильности, студенты поделились с президентом идеями инновационных проектов, которые, скорее всего, станут весьма популярными в ближайшем будущем, а некоторые уже сегодня. Охотно поддержали разговор и ректора федеральных вузов. Так, например, глава МГУ имени Ломоносова подчеркнул, что именно фундаментальность ярко отличает российское образование, которое без капли сомнения можно назвать сильным. Продолжив разговор, глава государства в своем выступлении отметил направления, являющиеся приоритетными для экономики всей страны. Приятно отметить, что на множестве из них уже сосредоточены приоритетные направления Казанского Федерального университета. Казанского Федерального университета. Задают тот уровень, к которому должна стремиться вся система высшего образования, чтобы выпускники могли успешно начать карьеру и реализовать свой потенциал. У присутствующих на встрече студентов нашлось немало вопросов на тему трудоустройства и академической мобильности. Продолжение следует... Продолжение следует... ВУЗы со статусом федеральных не стали единственной темой обсуждения. Владимир Путин отметил, насколько широка система образования в России, намного шире, чем сеть из 10 федеральных университетов. ВУЗы со статусом федеральной была довольно насыщенной. Также в столице Татарстана глава государства провел встречу с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской Исламской Академии. В ходе беседы затрагивались вопросы формирования целостной системы религиозного образования и развития отечественной богословской школы. Обсуждались первые итоги работы Болгарской Исламской Академии. Митимир Шамеев должен был принять участие во встрече, но в связи с болезнью не смог присутствовать. Владимир Путин и президент Татарстана Рустам Миниханов навестили в больнице экс-главу региона Митимира Шамеева, который получает комплексное лечение в университетской клинике Казань. Стоит принять к сведению, что во время прибытия Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Татарстана Рустамом Минихановым. И неудивительно, что наиболее подходящей площадкой для встречи стал Казанский федеральный университет. Владимир Путин выступил на Всероссийском студенческом форуме «Вместе вперед!» в Казани. Среди участников форума из 38 регионов России было порядка 900 студентов Казанского федерального университета. В рамках форума студенческий телеканал КФУ «Универ ТВ» был отмечен как лучший студенческий телеканал России. Как это было, ты узнаешь в следующем сюжете. Студенты всех регионов России встретили столицу Республики Татарстан, чтобы обсудить перспективы развития студенческих клубов. На протяжении нескольких дней лидеры объединений получали новые знания, делились опытом и посещали интерактивные встречи с представителями различных сфер деятельности. 25 января в ледовом зале Татнефть-арены собрались самые разные студенческие клубы России и представители организаций. Для участников событий организовали праздничный концерт, посвященный Дню российского студенчества. Подарком для молодых людей стало выступление певицы Юлианы Карауловой и группы «Бандерас». Перед собравшимися также выступила группа «Звери». В этот день не обошлось и без торжественной части. На сцене перед пятитысячной толпой были награждены ребята, которые внесли свой вклад в жизнь каждого студента. Участие в мероприятии принял и президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства специально прибыл на форм студенческих клубов «Вместе вперед». В Татнефть-арену, чтобы поздравить всех студентов страны с профессиональным праздником. Успехов в учебе и в будущей вашей жизни. Благодаря студенчеству, благодаря молодежи, Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремленной в будущее. Успехов вам! Не бойтесь ошибок. Всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны. И тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением. Я искренне вам этого желаю. В форуме принимают участие более 5000 студентов из 38 регионов России. Основной целью формы, приуроченного ко дню российского студенчества, является продвижение командного духа студенчества и формирование коллективной активности вузов по всей стране. Лучшим студенческим телеканалом стал студенческий телеканал «Универ ТВ». Встреча с первых представителей Анна Глазунова, Диана Шилова, Радик Сахидуллин и Роман Полянсков. Награда нашла героя. Ну что? Наш с вами фирменный рейк. Начал. Молодцы. Ура. Ещё фотографии. Давайте делаем селфи. А, ты хотел селфи сделать. Идите сюда. Давай, давай, бегом. Это победительчики, вы встать понимаете. Конечно. Ребят, у вас самое массовое селфи похоже на нашем сегодняшнем празднике получается. Улыбайтесь, друзья, вы в кадре. Ура, улыбайтесь. С 24 по 25 января в Казани проходит российский образователь в форме студенческих клубов. Вместе вперёд. Прямо сейчас от нефти о рейне проходит торжественное празднование Дня Студента. Наш телеканал Университета был признан лучшим студенческим телеканалом России. У-у-у! Диана Шилова, Радик Загидуллин, Универ-Ньюс. Профессиональные праздники есть и у студентов. В Казанском федеральном университете отметили Татьяне день. Почему же впервые за многие годы празднование перенесли на другой день? Узнаете в следующем сюжете. В Казанске федеральный университет 24 января отметил свой профессиональный праздник. Торжественный концерт по случаю празднования Всероссийского дня студенчества прошёл в концертном зале Уникса. В этом году концерт прошёл на день раньше, а всё празднование носило японский колорит в честь объявленного в 2018 году года Японии в России. Традиционно на самую крупную студенческую сцену вышел Ильшат Гафуров, ректор Казанского федерального университета, чтобы поздравить всех студентов, а также людей, которые работают в университете. Добрый вечер, уважаемые друзья, коллеги, дорогие наши студенты. Уважаемые наши гости, милые Татьяны, прежде всего я всех вас хочу поздравить с этим замечательным днём. Вот у каждой профессии есть свои профессиональные праздники, у человека есть дни рождения, это семейные и профессиональные праздники. Но у нас, студентов, и у тех, кто работает в университете, есть ещё один замечательный праздник – это День российского студенчества. Однако День студенчества в России традиционно отмечают 25 января. Ильшат Гафуров объяснил, почему впервые за долгие годы празднование было перенесено на день раньше. Перенос праздника связан с открытием форума «Вместе вперёд», который посвящён Татьяниному дню. Форум собрал на своей площадке студентов со всего Татарстана. На форуме Казанский федеральный университет представляло сразу 900 студентов. А поздравлять всех участников приехал президент России Владимир Путин. Такое количество студентов из Казанского федерального университета вполне естественно, ведь это не только самый крупный вуз Татарстана, но и кузница молодых талантов. Олег Ашин, Диана Шилова, Ленар Довлесьяров, Универньюз. На сегодня это были все новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех студенческих новостей. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин